Приветствую всех. В минувшую субботу завершились две гонки этапа Кубка мира по лыжным гонкам в финском лахте. Тереза Йохау продолжает бить рекорды. На этот раз она превзошла результат Марет Бьорген по числу побед на дистанции. Норвежская лыжная звезда, поведала сколько времени она посвящает тренировочному процессу. Норвежские лыжники не имеют привычки рассказывать, сколько часов они работают в течение года, но Йохаук в эфире канала НРК раскрыла, как это выглядит в дневнике тренировок. Если многие другие тренируются по 700-900 часов, то я тренировалась 1100 часов. В течение тех лет, когда меня забанили, продолжала тренировался по 1200-1250 часов в год, рассказала Йохаук в эфире НРК во время Кубка мира в финском лахте. Йохаук особо подчеркивает. Но важно помнить, что каждый орган реагирует по-своему. Для меня было частью успеха, что я сумела вернуть свою прежнюю спортивную форму и стала стабильной. Я тренировалась по 1100 часов ежегодно в течение многих лет, поэтому, нет никакого секрета моего успеха. Йохаук блестяще провела 10-километровую разделку классическим стилем, но ее преимущество верит шведкой Эбой Андерсон, занявший второе место, не было столь высоко и составила всего 3,4 секунды. Йохаук следила за прохождением шведки, находясь в кресле победителя на финише. Она громко радовалась, когда видела, что ближайшая соперница оказалась позади ее. Кристо Пермакоски вызвала настоящий восторг у зрителей в Лахте, заняв третье место, с отставанием от Йохаук всего в 11,3 секунды. Это далеко не первый раз в этом сезоне, когда Йохаук побеждает Андерсон и Пермакоски. Йохаук выиграла тур Дэски и Ски-Тур 2020. По данным Международной лыжной ассоциации, Йохаук одержала уже 17-ю победу в 19-ти дистанционных гонках этого сезона. В общей сложности теперь у нее 63 победы в дистанционных гонках, и в субботу она опередила Марит Бьорген, у которой был рекорд в 62 победы. Я опередила тебя, теперь тебе просто нужно тренироваться и возвращаться, тогда ты сможешь вернуть свой трон. Сказала Терес Йохаук в эфире канала НРК, адресуя эти слова Марит Бьорген. Бьорген в свою очередь заявила. Другие страны должны много тренироваться, чтобы покончить с доминированием Норвегии и особенно Йохаук в дистанционных гонках. Бывшая королева дистанционных гонок подчеркивает. Спортсмены других стран также способны показывать высокие результаты. Соперницы Йохаук должны больше интересоваться тем, как тренируются норвежки. Норвегия не может просто поддаваться своим конкурентам, чтобы те выигрывали. Когда дело доходит до Йохаук, Бьорген говорит. Держу пари, она тренируется на 200-300 часов больше, чем большинство спортсменок. А она снова будет лучшей, требуется много времени, чтобы быть там, быть постоянно развивающейся, мыслить по-новому, развивать области, в которых вы слабы. Она крутая девушка, и людям есть чему у нее поучиться. Хайди Вэнг, финишировавшая седьмой в субботней гонке, говорит. Я едва тренируюсь 700 часов в год. Я стараюсь не считать часы. Лучше всего делать то, что подходит мне саму. Ингвельд, Осберг является второй по силе после Йохаук в сборной Норвегии. Когда ее спросили о том, что 1100 часов тренировок, это очень много, она ответила так. Нет причин, почему девушки должны тренироваться меньше, чем парни. Тренер сборной Норвегии Гейр Эндрё Рогн также сказал. Ключ к огромному успеху заключается в большом объеме тренировок в течение всего года, не в том, чтобы выполнять работу только летом и осенью. Ближайшими соперницей Йохаук в Лахте были шведские девушки. Эбба Андерсон и Фрида Карлсон признают, что им до 1100 тренировочных часов работы, которые делает Йохаук еще далеко. Когда им обоим сказали, что Марит Дьерген думает, что им стоило бы посмотреть, как тренируются норвежки и возможно перенять опыт у Йохаук, они ответили, что очень хотели бы потренироваться вместе Йохаук. Как это делали Джессика Диггинс и Шарлотта Кала? Это бы меня здорово мотивировало и дало возможность для спарринга с лучшей лыжниц, сказала Фрида Карлсон в эфире канала НРК. Мне было бы очень интересно получить от Йохаук такой опыт. Но это не значит, что я скопировала бы всю ее технику в полном объеме. Потому что все мы разные, и по-разному подходим к объемам тренировок. Ее объемы и нагрузка на организм могут просто мне не подойти, сказала Эба Андерсон.